Более 40 человек были задержаны американскими пограничниками в калифорнийском Сан-Диего после попытки штурма КПП с Мексикой. По данным CNN в США, с мексиканской стороны пытались прорваться около 500 мигрантов. Вот так КПП Сан-Исидро выглядел накануне, в воскресенье. Мигранты, возмущенные слишком длинными очередями на границе и слишком, по мнению их же, медлительными пограничниками, начали штурм контрольно-пропускного пункта. По словам пограничников, мигранты бросали в сторону военных и таможенников какие-то острые и тяжелые предметы. Пострадали несколько сотрудников КПП. В ответ пограничники использовали слезоточивый газ. На видео, которое сняли журналисты на мексиканской стороне, в Тихуане, видно, как мужчины, женщины и целые семьи с маленькими детьми спасаются бегством. Как написали в Твиттере представители пограничной охраны, решение применить слезоточивый газ было принято ввиду угрозы безопасности пограничников. После этого КПП был полностью закрыт на несколько часов. Сан-Исидро вновь открыли только в ночь, на понедельник. Что сейчас происходит на границе по обе стороны, расскажет мой коллега Гарри Книгницкий. Гарри сейчас у нас в студии. Приветствую тебя. Ну что, это доказательство того, что беженцы или мигранты ведут себя не совсем законно? Безобидно, да? На самом деле такого нет, что они оказались вовсе не совсем такими безобидными, каковыми они оказались, когда мы общались с ними в южных и восточных штатах Мексики. Ну, может быть, да. По крайней мере, тут картинка красноречива. Тут все свидетельствует о том, что они действительно пытались штурмовать ограждения приграничные, на границе. При том, что даже одно ограждение они сумели преодолеть. И уже при попытке штурма второй очереди ограждений, уже тогда американские пограничники и официальное ведомство, официально служба пограничного и таможенного контроля США заявила о том, что те иммигранты, которые пытались пересечь вот ту самую вторую цепь, вторую очередь ограждений, представляли угрозу для американских пограничников. И американские пограничники вынуждены были в ответ на это, говорится в официальном сообщении этой службы, в ответ на это применить слезоточивый газ. Причем, опять же, служба пограничного и таможенного контроля утверждает, что в американцев летели и камни, еще какие-то предметы, которые бросали в них мигранты. То есть применение слезоточивого газа, как утверждает американская сторона, было мерой вынужденной. Другой вопрос, что по сути получилось, что этими самыми шашками, дымовыми шашками со слезоточивым газом, обстреливали по сути территорию другого государства, потому что прилетало это все уже на территорию Мексики, и там страдали люди, которые, в общем-то, никак не были замешаны ни в какой атаке границы. Это были женщины и дети. И вот что говорят женщины, которые находились в тот момент в палаточном городке в Тихуане. Мы были на этой стороне, когда они начали распылять слезоточивый газ. Было много детей, упавших в обморок. Моя дочь тоже наглоталась газа. Беременные женщины, мужчины тоже теряли сознание. Некоторые репортеры помогли принести воду детям. Один ребенок едва дышал, и журналист взял его и увел оттуда. Все это привело к тому, что накануне были задержаны сначала 39 человек, теперь уже их количество увеличилось до 42, а сам пограничный пункт пропуска был на довольно-таки длительное время закрыт. Вот если в пятницу пропустили 80 человек, то за субботу и воскресенье в общей сложности 40. В воскресенье же этот пункт пропуска закрыли, а впоследствии еще в 9 вечера накануне воскресенья пропуск был возобновлен. Тут надо сказать, что в отличие от, допустим, штата Чиапас, где мы работали и снимали караван, там был сухой закон. В южных и восточных штатах Мексики был запрет на продажу, допустим, спиртного. В Тихуане, ну, в принципе, немыслимо подобные законы, потому что это город с весьма свободными нравами. И более того, мэр этого города Гастелум опасается, что люди из каравана, мигранта, могут примкнуть к преступникам, коих в Тихуане и так достаточно. С другой стороны, он опасается, что будет война преступных группировок. И в целом Гастелум утверждает, что город Тихуана с населением около полутора миллионов человек, в принципе, не готов справиться с еще несколькими тысячами. Тут разные есть данные, а три тысячи совершенно точно уже мигрантов находятся в Тихуане. В общей сложности в ближайшие дни их количество может возрасти до восьми приблизительно тысяч. И Гастелум утверждает, что город, ну, просто не готов, нету в городском бюджете элементарно денег на то, чтобы разместить всех этих людей, на то, чтобы о них позаботиться. Реакция, естественно, последовала от Дональда Трампа, который занимает тут очень жесткую позицию и к случаю, и к месту, и не к месту, педалирует свою позицию, говорит о том, что мигрантам нечего делать в Соединенных Штатах. И, как мы знаем, не так давно Трамп подписывал закон о том, что будет ограничено количество желающих, которые просят о предоставлении политического убежища. После этого федеральный судья в Сан-Франциско, буквально в течение нескольких часов, в этом суде был признан указ Трампа незаконным. Трамп назвал судью, который принял такое решение, обамовским судьей, в ответ на что получил уже от верховного судьи Робертса комментарий, что у нас нет обамовских или трамповских, бушевских или клинтоновских судей. Но, так или иначе, Трампу удалось, по данным NBC, Трампу удалось договориться с вновь избранным президентом Мексики. Он вступает в свои полномочия лишь 1 декабря, а избран он был этим летом, Лопес Абрадор. Достигнуто соглашение о том, чтобы мигранты дожидались решения по их просьбам о предоставлении убежища не на территории США, как это в данный момент предусмотрено законом, а чтобы они дожидались этого решения на территории Мексики. И вот что американский президент заявил по поводу событий в Тихуане. Мексика должна отправить размахивающих флагом мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, обратно в их страны. Делайте это посредством самолетов, автобусов и любым другим способом. Но они не придут в США. Мы закроем границу навсегда при необходимости. Гарри, ну вот интересно, что Дональд Трамп, он вообще очень жестко высказывается каждый раз по поводу мигрантов, каждый раз по поводу угрозы с юга, как это называют люди, считающие очень важной и очень серьезной проблемой вторжения, как инвейжен, да, они это называют. Но, тем не менее, интересная деталь, мне кажется, мы не можем о ней не упомянуть, что некоторое время назад Дональд Трамп, буквально на прошлой неделе, опубликовал твит о том, что, дескать, фейк-ньюс, ну, либеральные СМИ показывают границу, показывают вот эти пункты пропуска, показывают забор деревянный, которого на самом деле давно нет. И вот Дональд Трамп пишет, что давным-давно таких заборов уже нет на границе, а есть новые железные, ну вот, состоящие из колючей проволоки, дескать, заграждения. И сейчас я бы задала вопрос президенту Соединенных Штатов, если бы он согласился дать нам интервью. Мы несколько раз направляли запрос в Белый дом, пока нам не отвечают, но я все-таки надеюсь на то, что рано или поздно дадут интервью. Так вот, я бы задала вопрос, как же так вышло, что Дональд Трамп показывает нам одну картинку заграждения на границе с Мексикой, а, собственно, те самые мигранты штурмуют те самые, как это называется, они деревянные, да, это как деревянные заграждения, деревянные заборы. Они деревянные или нет, но они производят впечатление гораздо более современных сооружений, гораздо более капитальных. Но, опять же, но, там есть масса, ну, назовем это лазейками, через которые, опять же, мы видим на картинке, как... То есть, там ржавые какие-то сооружения, ну, посмотрите на это. Ну, опять же, возникает вопрос, а зачем тогда возникла необходимость применения с изотачевого газа, если все эти новые конструкции можно так спокойно, относительно спокойно преодолевать, по крайней мере, их первую очередь, первую вот часть этих конструкций. Опять же, это не та самая стена, которую нам постоянно говорит Дональд Трамп. Конечно, нет, ее пока не профинансировал Конгресс. Естественно, Трамп не был бы Трампом, если бы он этот инцидент в Тихуане не использовал для того, чтобы возобновить тему необходимости строительства стены. Потому что после этого он говорит, Конгресс, обращаясь к Конгрессу, срочно профинансируйте строительство стены. А теперь, как мы знаем, палата представителей в Конгрессе демократическая. Но это еще не совсем так. Палата представителей в Конгрессе будет демократической с января, когда новые, вновь избранные и переизбранные депутаты придут на свои рабочие места. У Трампа есть два месяца, но, тем не менее, вне зависимости от того, в большинстве демократы или в большинстве республиканцы этот проект одобрен в ближайшее время совершенно точно не будет. Поэтому придется справляться с силами вооруженных сил армии США, которые переброшены туда на границу. 15 тысяч военнослужащих, как мы знаем, уже частично несут службу там, на границе с Мексикой. И я надеюсь, что Гарри Книгницкий тоже туда вновь отправится на этой неделе. Я очень надеюсь. Спасибо. Большое спасибо, Гарри Книгницкий, мой коллега, ведущий, корреспондент RTVI, был у нас в студии.